Подписывайся на канал и жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Здравствуйте, уважаемые друзья! Месси и Маккензи Гаррисон появились на свет в 2003 году. Девочки были сяемскими близнецами с общим тазом, общей ногой и сросшимся кишечником. Но это еще не все. У их матери в этот раз родились тройняшки, третья сестренка Мэдлин. Она оказалась без патологий. Родители уникальных тройняшек употребляли наркотики, поэтому девочек передали в приемную семью. Джефф Гаррисон и его жена Дарла забрали всех трех девочек и привезли их к себе домой в Риверсайд, штат Калифорния. У этой смелой пары уже был опыт воспитания 10 других приемных детей. А в тот момент в доме уже жили трое сыновей. И все равно с сяемскими близняшками было непросто. Каждая из них весит чуть больше килограмма и не отличалась здоровьем. 10 сентября 2003 года Маккензи и Мэсси перенесли 24-часовую операцию по разделению в детской больнице Лос-Анджелеса. Им было 9 месяцев от роду. Хирургам удалось разделить сросшуюся печень девочек, перекроить кишечник Маккензи и ампутировать третью ногу, оставив каждый из малышек по одной полноценной ноге. Им пришлось еще и перестроить таз девочек. Сестры оставались в игровом настроении и во время выздоровления эта фотография была сделана всего через 5 дней после операции. По данным медицинским центра университета Мэриленда в США, на каждые 200 тысяч удачных родов приходится один случай появления на свет сиамских близнецов. Причем более 70% из них – девочки. По словам отца малышек Джеффа Гаррисона, Маккензи вернулась домой из больницы через 6 недель, а Мэсси потребовался еще месяц до полного выздоровления. Мама Дарла Гаррисон говорит, что она безмерно благодарна врачам той детской больницы Лос-Анджелеса. Это была невероятная команда. Даже не знаю, сколько человек, но мы очень ценим то, как они заботились о нас. Все три девочки учились в верховой езде. Кроме тройняшек, в Гаррисона есть три родных сестры – Тайлер, Мэтт и Люк. Наши сыновья были просто невероятно милосердные и терпеливые, говорит Дарла Гаррисон. Семья переехала на ферму в Айове, где у них было 10 лошадей, 2 собаки и 4 кошки. Мама рассказывает, что девочки росли очень независимыми. У них были обязанности по дому. Они заботились о домашних животных, то есть были довольно нормальными 7-летними девочками. Тройняшки стали уже подростками. Девчонки со своей приемной мамой сегодня. Уважаемый друг, не забудь поставить лайк и поделиться этой записью со своими друзьями, а также подписаться и прокомментировать. До встречи в новом видео.